Меньше месяца назад наша съемочная группа работала в красной зоне Гудаутской центральной районной больницы. Тогда на стационарном лечении было 100 ковид больных, сегодня картина иная. Здесь 24 пациента, из них 10 человек в тяжелом состоянии, 14 в средней степени тяжести, а в Сухумской инфекционной 28 ковид больных. Из них 4 человека находятся в отделении реанимации, состояние которых крайне тяжелое. Нужно отметить, конечно, динамику, тенденцию к снижению пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы не можем сказать, какой штамм, конечно, у нас превалирует, это дельта, штамм или омикрон, но мы предполагаем все же это омикрон. В Гагарской ЦРБ на сегодняшний день 10 пациентов с подтвержденным диагнозом ковид-19, из них двое в тяжелом состоянии. Все необходимые препараты у нас есть, всем необходимым эти пациенты обеспечены. В целом, если взять, например, в месячной давности ситуацию, то можно сказать, что мы идем на спад. Потому что месяц назад у нас на лечении в целом в районе положительных было свыше 1000 больных. В отделениях состояло до 40-45 пациентов. В целом в районе свыше 100 человек ковид-положительных пациентов, которые проходят лечение на домах. Из них 20 детей тоже под наблюдением докторов получают лечение. В восточной части Абхазии эпид-ситуация сложная, но стабильная. Количество стационарных больных снизилось. В Тхорчалской ЦРБ 5 ковид-пациентов. Тяжелых нет. Эпид-ситуация в районе остается сложной. За февраль месяц ковид-позитивных пациентов 459, из них детей 43. В марте месяце наблюдается небольшой спад. С 1 марта 65 пациентов ковид-положительных. Стационарное лечение в январе месяце прошли 39 пациентов. По последней информации оперштаба, в Ачимчирской ЦРБ 5 ковид-больных. Врачи наблюдают некий спад заболеваемости. Однако, так было не раз. Ситуация с непредсказуемой коронавирусной инфекцией может поменяться в любую минуту, говорят медики. А значит, нельзя расслабляться и забывать про меры безопасности.